это программа актуальное интервью на своем тв у каждого человека путь в золотой витязь со своей историей какова история у андрея мерзликина андрей добрый день здравствуйте очень приятно вас видеть не поверите вот как потому что я сразу автоматически часть славы вашей актерской человеческой как бы приватизировать вот для меня это настолько приятно отдаю всю даже не часть сколько надо собирайте все приватизация как кстати на счет слова приватизация вспоминаю наши 90-е года как мы тогда занимаем помогали стране приватизироваться эти ваучеры и вложили куда-то до вложил на рейский никель я в золото колымская да вот какие у вас дивиденды ну либо да потрясающе но нам когда-то казалось это верхом свободы что мы что-то куда-то вкладываем и ждем дивидендов мы их не дождались но тем не менее обидно досадно или пусть так будет нет ну слава богу отрезвление пришло быстро и понимание процессов происходящего россии тоже пришло быстро такое как бы хорошее было как-то называется осознание времени и это только сейчас современное молодое поколение им кто-то вселяет что 90-е годы это был ветер перемен замечательная ну а те кто прожили в 90 конечно вспоминают кто выжил да кто именно в разряде в великой отечественной войны те кто выжил 90-е это же время далеко от романтики но все-таки пытается иногда молодежь нашу взбодрить мне кажется что вот совершенно не случайно ваше пересечение жизненных путей с николай петровичем бурляевым очень разные судьбы того как люди попадают золотой виде и начинают вот смотрите в эту же сторону понятно что некий образ всего этого представляет наверно сам бурляев а вот у каждого из я не скажу что это солдаты это офицеры то есть это совершенно автономные субъекты которые каждый из которых вот свою какую-то задачу выполняет уникально совершенно вот ваша задача задача мои они лежат вне конечно же поля любого форма и любой профессии задача моих как человек касается как бы самовоспитание самоизменение труда над самим собой в силу того что у меня есть ответственность и обязанности перед моими детьми перед моей семьей и я как бы себя мотивирую в этой области но подобного рода общественная нагрузка так называемый вне моей профессии тоже является частью этой сложной работы потому что дети мы являются частью не только как бы моей семьи но и некого социума даже не некого большого общества и тем более такого большого общества под таким прекрасным названием как россия страна огромная огромная россия как мы привыкли говорить величие но вот я думаю что об этом величии мы будем говорить в будущем то к чему мы хотим прийти я верю что именно как бы этот термин в каком-то в скором времени будет по заслугам я уверен что мы двигаемся в том направлении когда можно потрудиться еще чуть-чуть и по большому счету это слово будет не просто косвенным но именно прямым и в этом как раз лежит наверное нагрузкой смысловые понимания и векторы работы таких формов как вот золотой витязь которым руководит уже многие десятилетия николай петрович бурлеев по большому счету мы действительно вы право знакомы с ним крайне уже давно и в дружеских скажем так обменялись давно любезностях и уважение моё то что почитание уважение друг к нему то как бы изначально были еще со времен гиковского возрастания на фильмах которые мы смотрели а со временем вот его там внутренняя молодость николай петрович позволяет то что вот он следит за всеми современными развитием понимает в современном искусстве понимает и разбирается в молодых актерах следить за творчеством всех и вот если находятся какие-то нотки скажем так одной группы крови какого-то духовного родства конечно же он делает такие предложения о совместных проектах и работах я полностью одних взглядов со всеми тем и векторами которые здесь анонсируется на этом форуме мне нравятся именно те высокие цели которые ставятся перед тогда сложными такими вот культурными задачами и вот хотелось бы работать на этом поприще тоже вне своей основной профессии скажем так профессия актера я вспомнил возвращаюсь 90-е годы восьмидесятые был тоже такой вот всплеск желания патриотического воспитания и так далее но фильмы-то были старые слушали два товарища да конечно все наследие советские классники которые сидели смотрели а в это время в это же самое время шварценеггер и компания вывались на экраны и так сказать перевести естественно голливуд и вот к моему удивлению честно скажу и к моей радости последние годы приносит нам фильмы которые можно вот в противовес то есть это это вот удивительный способ передачи в моем представлении вы актер который слова для него очень важны так сказать но который по сути импровизатор то есть я представляю что вы просто понимаете ситуацию которая сложилась и начинайте у них как бы существует но другого языка и и не должно существовать между актером и зрителем потому что любой зритель видит когда кто-то что-то но скажем лукавит и пленка она как раз скрывает любой обман любой хитрость хотя несмотря на то что актерская профессия это вообще как профессии иллюзий и задача и корень самой профессии по большому счету игра мы играем в эту понятное дело что никто не умирает это но степень внутреннего отношения серьезно должно быть какой-то детей когда не в песочнице сидят из одного тоже песка вот сейчас это был танк из этого же песка не делают кулич это уже там больница через секунду из этого же песка что-то уже 3 4 5 и степень веры в это уникальны и они вот играют в это можно наблюдать часами о том как дети верят в предлагаемые придуманное имя обстоятельства и делать они с этим самым настоящим и переживать и расстраиваться и радуются вот профессии мне кажется вот актерская она вот должна по аналогии проходить вот с этой детской веры с детским восприятием умением вот так вот принимать все это на веру и тогда зритель будет наблюдать как родители за сумме детьми в песочнице так и зрители с открытым ртом будет наблюдать как же актеры существуют в кадре они они просто какая-то иллюзия да иллюзия уметь создавать это полпрофессии это полудела вообще дети это такой критерий вот правда не правда верю не верю потому что у них есть удивительное свойство такое вот как у животных там у собак они сразу определяют свой чужой за верю не верю когда им говорят ну любви родину ну так условно говоря а сами ну как сами ну занимайся спортом хомяк и там еще кто-то там за меня побегать сейчас я спортом позанимаюсь то есть надо или любить и не говори конечно личный пример единственный способ воспитания все остальное это демагогия популизм что угодно дети другого языка как личный пример ничего не понимают поэтому как ты делаешь что ты говоришь во что ты веруешь чем ты живешь как общаться твои друзья что немаловажно кто к тебе приходит в дом о чем они говорят с чем приходят как вы проводите свой досуг все это имеет намного больше влияние на детей чем конечно же слова и которые мы произносим особенно если это слова морали заметил я тут недавно сына в машине и где-то больше двух минут ему что ты говорил я во-первых как актер запомнил что на первой минуте он сначала слушал потом он глаза не отводит но я увижу когда глаза внутренний взгляд хоп ушел в сторону глаза смотрят на меня а он уже так так значит завтра у меня английский футбол секции нужно сделать ага папа что-то говорит надо ага а я продолжаю говорить и вижу как вот я его теряю то есть я должен своих монологов быть емкий краткий и точный и самое главное честное потому что я сам так все остальное это вот лозунг мораль и плакат который я произношу он сначала включается из уважения ко мне потом из уважения же ко мне делает вид что он меня слушает я это увидел почувствовал и понял что я сам такой же был вот буквально недавно и я понимаю поэтому я его и смог прочитать сына увидеть это что я сам такой же сходи за это да все я понял беру сына я ему это не сказал но с этого момента я очень краток своих как в армии вы упомянули в самом начале самовоспитание я так понимаю что это для вас непростое слово то есть это это значит учиться все время что то есть как 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 сделать так чтобы не возгордиться чтобы оставаться доступным профессия на туннельно особенно актерская профессия за очень узкий туннель она не развивает человека если ты живешь только пользуясь предлагаемыми тебе возможностями это все это конечный путь он кстати это не имеет отношения к творчеству никакого это уж точно то что это сложный процесс тоже любой актер развивается только вне профессии зритель как раз чувствует что за роли стоит еще что-то личность самого исполнителя и вот когда мы говорим о советских больших актерах мы подразумеваем что в том же папанове видно то что он человек воевавший и даже дело не в то что это война была на ее пережил а личность его и внутреннего мира восприятия намного сильнее она обогащает сам объем роли который предлагает ему сценарий исходя из этому или он его воспринимали и буркова и шукшина и и в стигнеево вот плеяда артистов смогтуновские люди которые в плену побывали люди жизнь повидали они не будут никогда туннельными со звездами во лбу ходить и спрашивать как я поеду где и буду спать это не значит что они такие молодцы просто их жизнь сложилась иначе а в профессию пришли за другим исходя из этого и профессия приобрела потрясающих исполнитель и сами они через эту профессию стали но ближе к спасению но такого внутреннего спасения духовного душевного спасения лучше стали преображение как процесс творчества это же ведь одна из важнейших задач от одного качества к другому ты преображаешься вспомнили одного потрясающего для меня актера нашел ныне покойного анатолия папанова я вспоминаю и кису до титаникам и холодное лето 53 последний последний совершенно проникновенно когда еще никто не знал ну и и все вот это узнать мне очень хочется пожелать вам какого-то пути вот такого вот мне кажется что совершенно возможны в вашей жизни роли по следам кисы то есть такие которые будут вызывать улыбку и вещи такие проникновенные которые на которых сам парни будут ронять скуповую мужскую слезу вот удачи вам в этом пути спасибо да ну я сам себе тоже думаю желаю смотрю какие-то фильмы там из прошлого оттуда же выражение лебединая песнь конечно тоже задумываешься ну что-то хочется сказать иногда в профессии чуть больше чем предлагает тебе там коллеги и режиссеры так что я внутренне тоже мне есть маленькие такие заточки как говорится по молитвам надеюсь будет и возможности а так самое главное себя не обманывать я всегда говорю в чем как бы основа основ искренность вот если стоять на этой нише то открытость она же быть сначала смотрится как глупость а потом неожиданно ты прям что-то на этой глупости очень много выигрываешь вот есть такие персонажи у шокшина их и называли чудиками ну потому что реально чудики какие-то глупые открытые простые добрые люди а потом посмотришь а нет соль земли соль земли люди потому что за этой открытостью псевдо простотой сад глубокие умные интересные образованные эрудированные люди только для них способ знать как говорили эрудирован это не значит умный эрудийцы не признак ума и один человек блещет словами и знаниями не всегда друг предполагают что это умный фотографии а умный человек настоящему в силен в добрых поступков и единственный критерий оценки хорошего доброго человека это критерия оценки добрых поступков если мы в чем-то по-настоящему мудры чем-то постоящему он умный. Это в добром поступке. Спасибо, Андрей, очень-очень приятно. Добрых поступков желает нам фантастический российский артист Андрей Мерзликин.